Всем огромный привет! Мы сегодня в Икеа. На повестке дня у нас диван. Самые низкие цены. Узнаёте, что это за диван? Упрощённая версия. Сейчас называется Svensta. 4,599. И да, он такой маленький. Мы уже снимали на его прадедушку обзор. Ну ладно, дедушку назовём. Сейчас эта версия, так скажем, упростили, чтобы не поднимать. Никто не испугался, это шарик лопнул. Чтобы не завышать сильно цену, получается, немножко упростили модель. Разбираем. Та же подушка снимается. Таким же образом он раскладывается. Подожди, подожди, а что там, что там, что там? Это просто так лежит. Это просто так лежит. То есть тут всё то же самое, но заметили теперь боковые части, отличаются от предыдущей модели. Я постараюсь выложить ссылку, где мы снимали на прототип этого диванчика. Здесь также, да, там деревянная часть. Также вот эта часть жёсткая. Немножко есть вот... Рекомендуют спать головой вот сюда. То есть вот тут он раскладывается полностью. Два спальных места, получается. Не-не, достаточно длинно, да, то есть как бы... Вот он, он большой. То есть тут ничего не скажешь, конечно, что маленький, да удаленький. Да, этот замок там в той же модели тоже был. В принципе материал тёмный, цвет такой же. Но вот сам материал, мы смотрим, что он изменился. Более жёсткий стал, более глубокий. Сейчас я в составу посмотрю на ценники. Ну, он точно изменился. У нас был более, так скажем, тряпичный что ли. А скорее всего написано просто полиэстратой всей. Ну, я тоже думаю, что стопроцентный полиэстратой. Ну, вот он смотрел, он стал более жёсткий, но с другой стороны более... Надеюсь, катышков не будет, катышков не будет, надеюсь. Ну, в смысле, создаётся впечатление, что не будет катышки, потому что у нас вот эта вот вся часть, вот эта вот вся часть и вот это вот вся часть со временем стала в катышках перевернутой. Тут материалы видно, что... Износостойки, вот, более износостойки. Да, так будет правильнее. Как по ощущению? Пожёстче? У нас он садился и проваливаешься. Ну, и у прототипа вот садишься и сразу же проваливаешься. Он более мягкий. Здесь здесь лучше, чем вот там-то проваливайся, как будто там слишком ослаблый, где-то жёще стало. Ну и ещё ширина-то у него, по-моему, меньше стала, нет? Или тоже так же, да? Ширина такая же была. Давай сейчас и ценник на ценнике тут сфокусируемся. Диван-кровать. Диван легко и быстро превращается в просторную кровать. 4600 на складе. Да, это, кстати, одним таким диваном продаётся. Сейчас коробочка поменьше будет, получше получается. Да, 100% правильный полиэстер. Массив дерева снова, DWP-панеры с берёзы. Подлокотник. И все характеристики должны были быть вот тут, но их тут нет. Смотрите, можно на стопе почитать. К 2020 году вся древесина будет поставляться в сертифицированных листных хозяйствах или будет использовано переработанное сырьём. Вот так вот. Окей за экологичность. Светить-то реально приедет. Да? Лучше? Заваливайся. Какие там цветы? Сейчас хотела вид сбоку. Вид сбоку. Вид сзади. Да нет, я тебе доверяю. Так что для экономии места он вполне себе. Но вот постоянно его использовать в качестве кровати вообще не рекомендую. Очень и очень неудобно. Либо постоянно какой-то матрас выкладывать. Да, либо матрас, либо просто если гости приехали. Ну да, вот так. Вот разово, но не на постоянку. Обычно ставят на кухню? Да, на кухню. Посидеть, если в случае чего гости приехали, там раз, два. Да, да, да. Куба кухни размер позволяет. Ну а вообще, в принципе, за 400, мне кажется, тут получу дешевле в свое время. То бы, по-моему, когда прилили в 49, по-моему, он до пятерки поднимался вот так. Да, сюда прыгал. Сейчас так вот опустили. Ну тебе же тоже ценники прыгают? Да. Ну а вообще, как вариант, почему бы и нет. Ну, по крайней мере, он до сих пор жив, и ему уже столько лет. Ну, нашим типом. Он наши переезды выдержал. Да, все переезды. Он там что-то не выдержал. И посмотрим, что еще нового. Но, я помню, мне еще один диван просили, но название такое интересное. Вот нет его тут. Те варианты мы с вами рассматривали. Фрихтен тоже рассматривали, его переместили сейчас в эту зону. Кстати, IKEA Екатеринбург. Кому интересен город? А, ну-ка, тут есть страна-производитель, нет? Раз уж внимание этому так уделяется. Под окон. Не вижу еще на производителя. Конкретно на этом нету. А у него где-то есть эти детки его. Да. Наверное, когда распаковывали, надо было посмотреть. Сейчас снизу где-то. Так что эта модель останется без производителя. Что-что, странно. Ну? Нету. Вот. Пользуюсь случаем, пока Саша висит. Вот смотрите, хилия. Просто задекорировали белую стену. И вариант, как можно разделить комнату. Нежный розовый цвет. Цвет, цвет, оттенок. Просвечивает, конечно, все. 1245 на 300. Но она реально такая невесомая просто. Нежно-розовый цвет. Нету производителя. Поэтому... Вон новенькое. Написано. Да. Волшебное слово. Брисунд. А внизу другой цвет, видимо, тоже, да? Наверху темно-серый. А внизу... Нет, это другой. Это гиммар. Обив коридор на светло-серый. 17000. Это точно новинка. Скажем, массив дерева, массив дерева. Они отличаются этими боковинками. Вращается в просторную кровать. Да, там хранение вот таким образом. Раздвигаем, спинку опускаем. Размеры дивана тоже хорошо все указаны. Размеры кровати на выходе 140 на 198. Свет, свет. Подушки такие. Присядьте, Александр, мы протестируем. Очень жаско. Жаско. Жаско, но как-то нормально. Подушки комфортнее. Подушки вообще классные. Вот если там все жесткое, да? Да. Относительно. Здесь это жестче, а это мягче. Здесь подушки компенсируют. Отдохнуть, на них расслабиться можно. Вообще классно. Наверх полезешь, нет? Наверх полезешь, нет? Боюсь, ветер этому и закончится. Диван, кровать, отдел для хранения. Съемный, нет? Несъемный. Пенополиуретан, 140 на 198. Гораздо приятнее, на общем, вот. Тактильные ощущения просто не сравнили с шириной. Светло-серой, других цветов нет. Да, кстати, ткань очень приятная. Может из-за того, что новинка не написали, рудорная обивка. Обычно неинтересно на обивке расписывать, что есть такое. И вот здесь наверху в темном цвете другая серия бриссунт. Но тоже, тоже самая обивка, 18000. Тоже диван, кровать. Возможно, даже поблагороднее смотрится. Сейчас я до него доберусь. Внизу я его не вижу. Тёмно-серый компонент. Ну, то же самое написано, да, с темным. В принципе, все те же самые характеристики у этого дивана, да. Подлокотники, они отличаются по форме. Ну, соответственно, цвета так, подушки, основания, все то же самое. И, как я понимаю, кровать таким же образом выглядит, когда диван раскладывается. Нет, все-таки поступают новиночки в наш магазин. А то все казалось, что они застыли. Ну, спальное место большое. Также, если есть какие-то вопросы недосказанности, пишите внизу. Посмотрим повнимательнее, на что обратить внимание на контрасте. Ну, все-таки интересно в темно-сером. Так поблагороднее кажется. И грязь на нем не будет, так сильно видно. Да-да, вот здесь малейшая капелька будет видно сюда. Опять-таки, я говорю про материал, это интересно почитать. Возможно, там какой-нибудь такой материал, что тряпочка провел и все, она впиталась. Так что, будем наблюдать, будем смотреть. Видимо, потому что новинки, не пишут материалы, не пишут второе происхождение. Видимо, из-за этого пока. Потом, наверное, будет более подробная информация. Ну, на этом, скорее всего, про диван мы с вами закончим. Смотрите, окей, обновляются. Так что, пойдем смотреть далее и выбирать что-то еще интересное для обзора. А вас благодарю за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...